Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео я решил с вами поностальгировать и рассказать вам о том, какие мои любимые игры на Xbox 360. В этом видео я вам расскажу о играх, которые подарили мне больше всех эмоций, расскажу о самой первой игре на Xbox 360 и расскажу, как я его вообще купил. Видосик будет ламповым, без какой-либо смысловой нагрузки, поэтому с вас лайкусик и напишите в комментариях, какие у вас любимые игры от Xbox 360. И давайте начнем! И спонсором данного видеоролика является игра под названием Raid Shadow Legends. Брутальный RPG перенесет вас в мир темных фэнтези, в котором нужно будет собрать свою команду героев, чтобы сразиться с соперниками и победить самых свирепых боссов. В игре вы найдете около 300 различных героев, от эльфов-лучников и обычных воинов до шаманов-троллей и орков-берсерков. У каждого героя при этом есть свои таланты, при помощи которых вы сможете собрать абсолютно уникальные команды, которые принесут вам победы в бою. Сражаться можно как против искусственного интеллекта, так и против живых игроков. Кстати, теперь ежедневные награды за посещение игры увеличены с 90 дней до 180 дней. Каждый день вы можете получать различные бесплатные награды, от пополнения энергии, серебра и драгоценных камней до осколков с новыми чемпионами, например, как скилла «Окрыленная». Если кто-то не знал, то игра совершенно бесплатная и в нее можно играть не только на мобильном устройстве, но еще и на ПК. Если заинтересовало, то качай рейд только по моим ссылкам и получи 100 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, запас энергии, ну а также крутого чемпиона за конницу в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Дело было в году 2007-2008, я тогда лежал в больнице, очень сильно болел, и мне как-то раз звонит батя. И говорит, мол, мы решили с мамой купить игровую приставку и, в общем, хотим купить Xbox 360. На то время у меня была плойка вторая и не очень мощный ком, который уже переставал тянуть новинки. Батя, в принципе, это понимал, тоже хотел играть, и у нас выбор пал на Xbox 360. Мы тогда вообще не знали, что к чему, на какие приставки какие игры выходят и тому подобное. Мы знали лишь то, что топовые консоли на то время считались Xbox 360 и PlayStation 3. Плюс ко всему этому мы знали, что Xbox 360 можно чиповать, ну то есть прошивать, раньше так это называлось, а плойку нет. Поэтому, собственно, у нас и упал выбор на Xbox 360, поскольку игры для него пиратские, стоили где-то в районе 300 рублей. И, как вы поняли, во времена Xbox 360, когда я был малым, я пиратил. Да, приходилось. В общем, решились мы взять консольку с рук, нашли продавца по газете, приехали к нему. Он всё показал, рассказал и отдал нам консольку с несколькими играми. До покупки самой консоли у меня были друзья, которые интересовались этой темой, покупали журнал Игромании, там были диски с трейлерами игр. И в какой-то момент у меня тоже появился какой-то диск, так скажем, с каким-то выпуском. И в этом диске были игры для как раз-таки Xbox 360, которые я пересматривал в то время, я не знаю, раз в 500 и смотрел на трейлеры GTA 4, Star Wars The Force Unleashed, The Board of Conspiracy и так далее. И, ребят, когда мы покупали эту приставку с рук, это просто была непередаваемая радость, когда в этом списке игр, которые он нам дал, была одна из тех игр, в которые я смотрел. А именно Star Wars The Force Unleashed. И хоть я не любитель Звёздных войн, но на то время я просто мечтал поиграть в эту игру. И, как вы догадались, эта игра стала первой игрой, которую я запустил на своей консоли Xbox 360. Ребят, на то время я просто офигевал от этой игры, насколько она круто была сделана, и, наверное, прошёл её раз пять. Да, она была на английском, я по сюжету нифига не понял, но я так кайфовал от её графики, от её механики, от комбинаций, от боссов. Ну, это просто непередаваемое ощущение. И, знаете, это, пожалуй, одна из немногих игр, которая заставила удивиться меня после игры на PlayStation 2. Дело в том, что я следил за этой игрой, я купил его даже дважды, поскольку была версия для PlayStation 2, я тоже там её играл, её прошёл. Но дело в том, что две версии совершенно разные. То есть, игра для Xbox 360 и игра для PlayStation 2 — это совершенно разные игры. Разный графон, разные комбинации, и, по сути, вообще, по-моему, разный смысл игры. Хоть она и называлась Star Wars The Force Unleashed. Короче, от этой игры я кайфовал долгое время, когда она даже появилась на Xbox One по обратной совместимости. Я сразу же купил, перепрошёл, и на сегодняшний день я считаю, что это одна из лучших игр про Звёздный Войн. Хоть я и не шарю в Звёздных Войнах, но просто кайфую от этой игры. The Born Conspiracy — это была, пожалуй, вторая моя любимая игра на Xbox 360, поскольку я тоже за ней очень долго следил. Да, по своей сути, игра получилась короткой, с сжатым геймплеем, там было мало разнообразия, но там была просто офигенная боевая система. Из-за неё, по большей степени, игра была похожа не на игру, а на реальный боевик, поскольку там сцены были, ну, просто нереально крутые. По большему счёту, это всё происходило из-за элемента игры «нажми вовремя кнопку», но как это было всё построено, на то время меня реально просто поражало. По сути, в данный момент я The Born Conspiracy по ощущениям от игры могу сравнить с Райсом. Они короткие, там клёвая боевая система и, в принципе, малая смысловая нагрузка. Короче, если вы вдруг знаете эту игру, то плюсаните в комментариях. Армия в ту. Пожалуй, это одна из немногих игр, которая была просто создана для того, чтобы играть вдвоём. История была про двух наёмников, в ней не было ничего особенного, но вот сама игра имела такие фишки, которых не было в других играх. Ты мог своего напарника похвалить, ты мог его ударить, как-то приколоться. Клёвая тема с реанимацией своего союзника. Ты его тащишь, он отстреливается, ты отстреливаешься тоже, там, заводишь его за угол, поднимаешь. Короче, это было реально клёво. В игре можно было поменяться оружием, и самой главной фишкой, пожалуй, этой игры стала функция «back to back». В этой игре были моменты, когда вас окружает много врагов, вы становитесь спина к спине, и начинается, короче, замедление времени, и ты начинаешь себя гасить, короче, это... Ну, это надо играть в то время, серьёзно, вот я не могу передавать эти ощущения, но вот вспоминается это с теплотой, с реальной какой-то клёвостью, короче, реальная игруха годная. И особенно годно играть в неё именно вдвоём, поскольку, когда ты играешь один с ботом, это совершенно не те ощущения. Мы эту игру проходили с братом, и, не знаю, у нас осталось ещё много положительных эмоций от неё. Да, мы покупали потом вторую, третью мы не играли, но вот как-то больше симпатично нам всё-таки стала первая часть. Есть серия Gears of War, а именно часть 1, 2, 3, тоже в моём списке самых любимых игр для Xbox 360. Тоже мне эта серия подарила реально много эмоций, я кайфую от неё до сих пор, и признаться, с первого раза мы её не раскусили. Ну, она показалась какой-то мрачной, какой-то сложной, непонятной, но потом, когда у нас появился второй геймпад, в принципе, мы и полюбили эту серию. Проходили мы игру на одном дыхании, всегда вдвоём на раздельном экране, и, знаете, если у вас есть Xbox, неважно какой, Xbox 360 или Xbox One, это, пожалуй, одна из тех серий, ну, которые вы просто обязаны поиграть, серьёзно. Кстати, первую часть мы купили вообще случайно, братья по магазинам, мы её увидели на полке, и как-то вспомнили, что кто-то там что-то говорил, что Gears of War это одна из самых лучших игр для Xbox 360. Во всех этих частях есть кооперативные моменты, есть экшон, можно покататься на какой-нибудь там машине, прикрывать друг друга, короче, реально клёвая игруха, которая создана для того, чтобы тоже поиграть вдвоём. Но данная серия цепляет больше из-за своего сюжета, поскольку он реально интересный, у каждого героя есть своя история, она раскрывается по мере там всех частей, есть потери, и весь сюжет, он довольно-таки сильный. Когда у меня появилась возможность заходить в Xbox Live после большого количества времени в Gears of War, когда я там играл с ботами, когда я проходил, перепроходил кампанию, я долго в неё играл в онлайн, реально очень долго. И, пожалуй, если говорить о самой любимой игре для Xbox 360, я, скорее всего, это место отдам именно Gears of War 3. Это, ну, реально та игра, которая проникла в моё сердце и не выходит оттуда до сих пор. Fable 2 тоже стала одной из моих любимых игр, прошёл её тоже несколько раз. В этой игре очень клёвая атмосфера, атмосфера сказки, за это я просто обожаю Fable. Очень клёвая система влияния на персонажа, то есть, по сути, каждое ваше действие несёт за собой, ну, какое-либо изменение. То есть, если вы, например, умерли, у вас появляется шрам, да, если вы там убили кого-то лишнего, у вас минус репутация, короче, она реально очень клёвого сделана, и в конце игры вы можете посмотреть на то, какой вы стали. И если мне память не изменяется, то, в принципе, у вас могут там отрасти вообще рога, и вы можете там стать дьяволом во плоти. Помимо основных миссий, есть чем заняться в этой игре, поскольку там есть дополнительные миссии, там можно, там, не знаю, купить дом, работать кузнецом. Я даже помню, когда я только-только купил эту игру, я понял, что там можно купить дом, я не знал, откуда брать денег, да, и я просто там работал кузнецом. Просто целую ночь фигарил по, я не знаю, делал мечи, и потом себе купил дом. Короче, если вы вдруг не играли в Fable, попробуйте поиграть, может быть, раскусите, в чём её сок. Ещё, пожалуй, одно из самых любимых игр я вспомню, GTA IV. Это, пожалуй, одна из самых любимых частей GTA. Да, я понимаю, что в этой игре было мало чего, что было в той же GTA San Andreas, но меня больше всего в этой игре поразил скачок. Просто, когда я играл в GTA V, да, я её запустил, и, в принципе, я не был удивлён ей, поскольку всё то, что там было, я уже видел это в других играх. И когда я запустил GTA IV после San Andreas, я от прорыва этого, ну, просто офигел. Потом моя камера выключилась и перестала записывать мой рассказ, но не проблема, заменю эту часть просто звуком. Ещё в каташке было русское радио, Владивосток FM, по-моему, её так называли. Персонаж имел русские корни, короче, все эти компоненты мне капец как запомнились и подарили просто нереальные воспоминания. Короче, если вы вдруг знаете некую Белича с Восточной Европы, то напишите об этом в комментариях. Spider-Man Web of Shadow. В эту игру я пытался поиграть со времён старого ПК, это, пожалуй, последняя игра, которую я не смог запустить на нём. Эту игру я считаю одну из лучших игр про Паука вообще, поскольку тут нереально крутой сюжет, неординарный подход к истории Паука. Крутые игровые элементы по типу боёвки на стене, и когда ты двигаешься вперёд по сюжетке, игра тебя не перестаёт удивлять. Не буду говорить конкретно чем, не буду спойлерить, но если вы вдруг не играли в эту часть, и вам более-менее нравятся игры про Паука, я очень советую её. Самой главной фишкой этой игры стала, пожалуй, смена красного Паука на чёрного, и наоборот. Дело в том, что Пауки совершенно разные, имеют совершенно разные удары, и крутость в том, что ты их мог переключить в абсолютно любой момент. Помимо этого, в игре большое количество злодеев, очень крутые тактики для каждого из них, клёвая возможность бить при помощи цепкости паутины. Короче, эту игру я тоже перепроходил несколько раз, и эта игра, пожалуй, даже лучшая нового Человека-паука на PS4 в каких-то планах, без шуток. Если не ошибаюсь, в этой игре, по-моему, даже несколько концовок, поскольку в каких-то миссиях у вас был выбор, как повести себя по-хорошему или по-плохому. Короче, игруха просто топ. И последнюю, пожалуй, игру, которую я хотел бы приписать к этому списку, это Titanfall 1. Пожалуй, это одна из немногих игр, которая заставила меня купить одну и ту же игру несколько раз подряд. Первый раз, когда я покупал диск, у меня он более-менее не считался, я купил второй. И третий раз я купил эту игру тогда, когда она вышла на Xbox One. Знаете, это, пожалуй, один из лучших шутеров седьмого поколения, поскольку там просто нереальная динамика. Взрывы, полеты, беготня по стенам, там ты высаживаешь Титана, быстро садишься в него, убиваешь ботов, убиваешь там Титана, казнишь его, короче, бум, вау, и... Единственный, пожалуй, минус этой игры в том, что она только онлайн, и там нет одиночной кампании. В первую часть я играл капец как много, продолжил играть на консоли Xbox One в нее, и там, и там, и на Xbox 360, и на Xbox One я открыл 50 поколений. На тот момент это было крайне сложно сделать, поскольку там нереальные были задания. Но в любом случае эта игруха вот осталась в моем сердце, пожалуй, навсегда, поскольку, ну, такой динамики я нигде не видел, и я реально кайфанул от нее, и это, пожалуй, ну, реально лучший шутер седьмого поколения. Я просто, ну, не могу найти слов, чтобы описать ее по-другому. Также мне подарили крутые эмоции такие игры, как серый Left 4 Dead, серия Assassin's Creed, особенно история про Этсова. Bionic Команда тоже крутая игруха с довольно-таки крутым сюжетом. И, по сути, многие из этих игр я бы вам посоветовал пройти прямо сейчас. Но проблема этих игр в том, что, проходя их сейчас, вы, возможно, не поймете тех самых чувств, которые я получил на тот момент, играя в эти игры, поскольку, когда ты видишь что-то лучшее, видишь какую-то игру красивее или интереснее, то, играя в старые игры, они уже не кажутся такими крутыми, как показались бы тогда. И, в принципе, из-за этого я советую многим людям играть в эти игры тогда, когда они выходят, поскольку, когда эти игры уже устаревают, они кажутся не такими крутыми, как бы показались бы тогда. Ну, короче, вот такой вот мой список любимых игр для Иксбокса 360-го. Напишите свой в комментариях. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если вам понравился мой топ, ставьте лайки. И большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok